Сходит. Здравствуйте, 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 дорогие мои. 125 фпс кап. Эвил против Пабло. Вторая игра сегодняшнего дня. Поехали. Смотрим мы за Эвилом. Сориентировался он на респе, забирает желтый снегой. Красный уже за Пашей. Будет ли атаковать на желтой сплазмы? Нет. Выбирает забрать Рейл. Сережа, ну и давайте посмотрим. Немножко там продамажила базука. Подрейлил. Второй Рейл не попал и дожидается желтого. Красавец. Вот почему сейчас Паша вышел и попал, я вам объясню, потому что он тайминги знает. Ну зачем-то забыл красный, но это другой вопрос. И смотрите, хорошо, как продамажил здесь Павел, но прыгал на мигу и мигатор через секундочку появлялся, но в любом случае там не доживал до нее Паша. Возвращаясь к таймингу, вот тайминги решают все на самом-то деле, потому что тайминг это не только возможность получить для вас армор или мигу, а возможность понять, где будет находиться ваш противник в определенный момент. Вот такую вот информацию важнейшую вы сейчас получаете. Возвращаемся к игре. Встреча на базуке. Весь стэк восстанавливает сейчас себе... Воу, вот это попадание было от Эвила. Интересный такой Рейл. Жозенько он зашел. Красный лежит. Ну и базукой отстреливается здесь Паша, другого выбора у него сейчас нету. Стэк не позволяет ему нормально сражаться. Против Эвила в данный момент. Какова же реакция? Просто Эвил вообще... Просто вообще... Жесткует. Мига появилась. Мига за Паула. Ой-ой-ой, заперся там в этой ловушке. Не минусую здесь Эвил. Очень-очень плохое место для того, чтобы на этом джампере проходить. Если оппонент выходит на базуку, то это практически 90%, что у вас там и оставят. Минус здесь Паша. Минус здесь Паша. Ой, здесь за грибок Рейл. Ну и пока у Эвила все вообще отлично получается. Проскочил мимо Миги. Ой-ой-ой-ой-ой. Это, блин, печаль. Пытается с Клазмагана здесь принять. Красный лежит, но красный тоже не может забрать Пашу. Давайте посмотрим точность. 85 Рейл. Ну, просто 7 Рейлов было. 24 шафт не так много, но базука 40. У Эвила. Минус Паша. Очень много дэмэджа на нее сейчас шафтом Эвил. Продолжение следует. Давайте пинги сравним. 50 на 50. Пинги равные. Попадает здесь Паша. Желтый это хорошо сейчас для него. И не получается здесь у Паши ничегоженьки пока что. Пятая минута. Заныкался тут Эвил и минусует еще раз Павла. Мега за Пашей. Как-то просто божественно Эвил шаптит. Дожидается мегизи, Севил. Пополнил шафт Но здесь как бы Паши уже нет Паша сверху сейчас пытается пройти на красный Может не успеть Эвил, но успевает Вышел и успевает Прям как он так раздамаживает Это удивительно, но круто, круто Эвил конечно красавчик Ничего не скажешь А с него прям как с гуся вода Просто вообще демош не проходит Минус, первый минус от Паши Сейчас на респе может отдаться Смотрите что делает Эвил Блин, и мог запилить на самом деле Блин, опасно 5 хп остается левелом Красный сейчас появится Мига через секунду Мига появляется Хороший Вот это очень круто сейчас Пашу разрулил Очень круто Ушел, сделал фейковый такой прыжок Как будто бы собирается уходить в сторону Рейла Но сам на самом-то деле До стеночки там Прыгнул и хорошо отдоджился Не попал там вообще ничего Эвил Магет, магет Паша на самом-то деле Смотрите какая игра Смотрите какая игра Насколько на самом деле Все это хитро В действительности Нету базук вообще Насколько Схватил там Эвил 5 рокетов Но Все равно не пошел 18 хп остается у Эвил Он конечно 13-2 уже никак не затащить Паши И конечно не так сильно сыграл Как может быть хотелось бы Но еще фражочек Очень хорошо Эвил Пресекает аркаду И сам очень грамотно Всегда Во всех ситуациях Которых он оказывается Очень хорошо разруливает все Да Жестенько Жестенько Уверен Эвил Что там Паша Паша все равно Вот это все время Пока он там ходил Бродил Он конечно никак не реализовал К сожалению Но тут уже понятно Где он не речь не идет О том чтобы выиграть Тяжело отыгрывать Паши Вот такую игру Конечно Ну и вообще в любом случае Когда ты Против такого игрока Отыгрываешь И отыгрываешь Все 10 минут Конечно Нелегко Все таки перешли на аэроволк По-быстрому чекаю Все ли у вас в порядке Да Захватик у вас хороший Привет Фионочка Всех приветствую Ребятушки Здравствуй Ничего себе Вас Вы побили рекорд Дорогие мои 60 человек в чате Впервые Мы практически Вырвались на первую страницу Гудгейма Хотя кому я вру Еще 40 человек Для этого нужно Даже больше 50 Уилкард Ответит ли нам Куки Вот вопрос Начинается у нас игра Вторая карта Т7 Смотрим мы за Пашей Хорошо попала граната Грамотно здесь поступает Паша Красный за ним Эбелу приходится уходить Отличное попадание Здесь от Паши Мига лежит На нее сейчас будет уходить Эбел Не попал К сожалению Павел Но здесь зато попадает Уже много Надамажил Блин Не получилось Забрать красный Почти 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 Минус Ну Навила Совсем Слабый Эбел Остался Там И опять слабый Там остается Эбел Прям немножко Не получается добить Павла Ну какой жесткий Шафт там Входит Вообще 46 Вернее 43 Сейчас Шафт У Эбела 46 Там Базука Жестенько Остана Слаби Надо Надо Слаби Остана Остана Продолжение следует... 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 Кулер как сыграл? Если тебе ответят, Q1 не будет. Ай, блин. Фалгор. Я просто сейчас, ты знаешь, с работы очень много сейчас на работе завязывать я не могу. Да, GG. Действительно, выходим. Да, посмотрим, что там. Кулер, кулер ничего. Паша вышел. Да, Паша все время, конечно, расстраивается. Блин, ну и можно понять, тяжелые очень игры против Эвила. Дичь, конечно, он всегда делает. Для поддержания формы, я тебя понял. Ну что ж, дорогие мои. Наверное, я не буду вас задерживать, просто чтобы вы могли сегодня лечь спать пораньше. Потому что сегодня, видимо, никаких игр дополнительных не будет. И, видимо, на сегодня это все. Я рад, что вы были со мной. Рад, что вы посмотрели со мной эти игры. Игры вчерашнего дня. Я сейчас проверю, выложил я или нет. Если нет, обязательно выложу. Блин, ну, братюнь, ну видишь как. В общем, ребята, я рад, что вы были здесь. Вижу, вы, как всегда, подходите к концу трансляции. Спасибо вам, что вы были со мной. Увидимся завтра. Завтра уже полуфиналы. И финалы завтра самый-самый важный день. Обязательно выложу вчерашние игры, если они не выложены. И обязательно вы сможете их посмотреть на YouTube-канале на моем. Да, последние игры. Эш против Нитрина и Павел против Арсения. Выложу вчерашние игры. Подписывайтесь на трансляцию. Это ничего вам не будет стоить. Но зато вы будете получать уведомления. Главное, поставьте, чтобы вам рассылку по e-mail не приходила. И тогда у вас все будет хорошо. Почему по одной игре на YouTube? По две. Я две выкладываю. Каждый день сколько было за день игр сыграно. Вот я столько и выкладываю. Блин, Фионочка, ну прости, солнце, но видишь. Эвилл просто изничтожил врагов своих. И они были вынуждены капитулировать. И 4 на 4 отменилось сегодня. Вот. Почему по одной игре так? Мы ждем финала Эвилл Сайфер. 4 на 4 игры сегодня не будет. Команда НЕУ взяла эту самую какую-то там карту. Короче говоря, в общем, они отказались. Ну, перенесли сегодняшнюю игру. Вот. Такая вот ситуация. Вот. Ну что ж, ребят, наверное, надо прощаться уже, да? Или что? Идти зерга смотреть, что ли? Ну не знаю, не знаю. Даже это опасно. Это сообщение было скрыто. Ну ты понял. Хе-хе-хе. В общем, ладно, ребята, действительно, спасибо, что вы были. Завтра будет трансляция. Обязательно приходите на YouTube-канал, выложу. Попробую на Goodgame тоже выложить эти видосики. Вот. Спасибо вам, что были со мной. До новых встреч. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова